От жарких ярких дней до заснеженных и морозных. Примерно с такими частыми погодными перепадами прошла осень этого сезона. Действительно ли климат в нашем регионе меняется и какой будет грядущая зима, узнаем этим утром. Сегодня в утренней студии начальник Воронежского гидромедцентра Александр Сушков. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что это было, что было этой осенью с нашей погодой в Воронеже. Да, вы правы. Ноябрь был очень необычным, потому что даже вот начало ноября, вот первого ноября мы установили рекорд для этого дня. Температура была больше 18 градусов. То есть это совершенно летняя температура. И потом были такие тоже сюрпризы, когда где-то 9 выпадал снег, он лежал несколько дней. Вот буквально тоже недавно выпадал снег. То есть у нас ноябрь такой, можно сказать, месяц смеси лета и зимы. А чем это связано? Вот. И еще чем он отличается, выпадет очень много осадков. Примерно вот до конца месяца должно быть где-то 3 месячные нормы. Но это будет хотя бы минусовая температура, когда будет все красиво, все будет оставаться и не будет проблем на дорогах и тротуарах. Или же это будет постоянная смена температуры? Осталось немного совершенно ноября, да. Вот. И в принципе ноябрь оказался, как и прогнозировали, теплее обычного. Он окажется на 3 градуса среднемесячной температуры. Вот. Но пока на декабре такого точного прогноза нет. У него составляет гидрометцентр России. Вот он должен прийти в последний день ноября. То есть посмотрим. Но исходя вот из того, что уже мы наблюдаем последние годы, это мы в принципе не можем ожидать такую ровную какую-то такой зимний период, он будет вот таким довольно-таки изменчивым. Вот как вот ноябрь. А почему был такой ноябрь? Есть ли какие-то оправдания? А знаете, в последние годы вот отмечается, что вот как раз ноябрь, вот осенние месяцы очень дождливые. Там по 2-3 нормы выпадает. Вот. И в итоге у нас прошлый год оказался по осадкам за год выпало где-то около 800 миллиметров осадков, а нормы 550. Видите? То есть у нас вот какой-то вот уже такой качественный звих. Вот осадки переходят на осень и очень-очень дождливая осень. Вот. То есть с каждым годом все получается больше сдвигов? Да, у нас вот климат в Воронежской области становится теплее и более влажным. За эту осень мы поставили какие-то рекорды? То есть может быть это была самая дождливая осень за несколько лет? Или это были самые заснеженные дни? Самые жаркие в октябре, например, я помню, были дни? Ну вот единственное, что 1 ноября. Это мы установили рекорд, который в принципе долгое время существовал, совершенно другие цифры. Но вот по осадкам мы еще не можем как-то превысить этот вот рекорд. Тремесячные нормы – это не самое такое большое количество. Но вы видите, вот в последние годы все больше и больше рекордов. А есть ли какие-то нормы? Как должна проходить вообще осень? По-хорошему? Ну, единственная норма – это по средней температуре, по осадкам. Но вот есть уже отклонения и в сторону, по сути дела, более теплой погоды и более такой влажной погоды. Вот что можно заметить за эти вот последние годы. Ну, еще поговорим немного об осени, о той, какой она была и какой ее обещали нам синоптики. Сошлись ли эти прогнозы или все-таки были абсолютно неурядицы, когда прогнозы одни, а резко менялась погода в нашем регионе? Ну, дело в том, что эти вот долгосрочные прогнозы, они имеют довольно-таки низкую такую успешность, оправдываемость. Вот. Если, допустим, прогнозы на, там, трое суток 95% оправдываемость, то вот на такой период уже где-то 70% – это уже мало. Вот. Поэтому гидрометцентр России, а ему это вот порочно выполнять эту работу, они составляют прогноз на летний период, на вегетативный период, так называемый, и на зимний период, отобитный период. Вот. Обычно этот прогноз выглядит так, что, вот, допустим, температура декабря, ноября ожидается там выше нормы или ниже нормы. Вот именно не количественно, а качественный прогноз. Вот только можно вот так пока еще ориентироваться, потому что других прогнозов нет. Но вот эти прогнозы, они, по сути дела, сходятся. Вот если говорят, что месяц ожидается теплее нормы, он бывает теплее. Но насколько теплее – это уже другой вопрос. А изо всех вот этих вот перепадов, изменений, меняется ли работа гидрометцентра? Становится ли она сложнее? В принципе, мы работаем по плану, вот есть такая Всемирная Метеористская Организация, значит, по этому плану все наблюдательные подразделения во всем мире проводят наблюдения в одно и то же время, вот, с дискретностью 3 часа. То есть вот через каждые 3 часа мы имеем погоду по всему миру. А потом уже, анализируя эту погоду, можно, по сути дела, и прогнозировать. Потому что не существует погода там и климат Воронежской области. Вот вся наша погода, по сути дела, возникает над Атлантикой. И вот когда это придет к нам с Атлантики какие-то эти образования, вот это и есть будет прогноз. А исходя из ваших архивных записей, ведь каждый день, каждые 3 часа вы фиксируете настоящую погоду сейчас над Воронежем, а есть какой-то анализ, с какой скоростью действительно меняется климат в нашем регионе? То есть за последние 3 года, может быть, только пошло движение в сторону изменений? Или же это уже на протяжении десятилетия, например, но плавно? Ну, в связи с тем, что погода постоянно меняется, она менялась и меняется, и будет меняться. Вот, поэтому берутся такие 30-летние периоды, и они сравниваются. Вот перед этим был период, это 60-й, 91-й год. Вот последующий период, вот, 91-й, 2001-й. И вот эти вот 30-летия сравниваются. Что мы получаем от этого? Допустим, у нас по новому 30-летнему периоду зима наступает на неделю позже обычного. А весна, по сути дела, на 10 дней раньше обычного. То есть вот сдвиг опять идет на то, что уменьшается холодный период и увеличивается теплый период. Расскажите, какие прогнозы на зиму? Что нас ждет в декабре? Ну, опять же, мы вот такой более-менее точный прогноз на декабрь будем иметь в последний день ноября. Он тоже придет из Гидрометцентра России, из Москвы. Но пока, когда вот нет таких, по сути дела, прогнозов, нужно ориентироваться на норму, да? Ну, что обычно бывает. Вот у человека бывает температура норма какая-то, 36,8. Такая норма погоды зимой. И получается так, что вот у нас зима длится 4 месяца, в отличие от календарной трехмесячной зимы. То, что у нас из этого периода, этот период имеет среднюю температуру минус 10 градусов. Вся зима. Что у нас из этих 4 месяцев месяц оттепели. Что из этих 4 месяцев у нас температура ниже 20 градусов всего лишь наблюдается 6 дней. Понимаете, как? А такой протяженности морозного периода обычно 9 дней. То есть мы, по сути дела, имеем такую комфортную зиму, когда у нас большей части оттепели и особых морозов нет. А будет ли эта зима комфортной? Или будет такой морозной? Эта зима, по сути дела, вот уже по осени можно судить, что она будет какой-то вот такой, ну, как рваный, нервный. Переменчивый тоже. Да, то есть это вот потепление будет сменяться короткими там промежутками дня с морозами, и потом снова оттепель. То есть, в принципе, для людей это как-то не совсем комфортно, приятно, потому что давление скачет, температура скачет. То есть вот особенно пожилые люди будут очень сильно реагировать вот на эти изменения. Благодарим вас за это интервью. Спасибо за прогнозы. Спасибо, что разъяснили, что к чему. И, конечно же, желаем вам здоровья и сил, чтобы и дальше мы были в курсе дальнейших прогнозов. Напоминаем, у нас в гостях был начальник Воронежского гидромедцентра Александр Сушков.